Всем привет! Сегодня предлагаю вынести на обсуждение нашу сладкую парочку Твикс Лену и Майкла. Также быстренько мы разберем новости от Кристины Мотиватор и буквально немножко зацеплю в этом видео Женю Гейн, так как она выпустила пост пояснение к этой голой вечеринке. Как всегда уточняю, что видео несет развлекательный характер и здесь я высказываю свое личное субъективное мнение. На ютуб канале у Лены тишина, зато в инстаграм ремонт продолжается. Устанавливают ей натяжные потолки, установили на кухне и в коридоре глянцевые натяжные потолки. В других комнатах Лена решила потолки не делать, как я понимаю решила она сэкономить. Еще нам показали еду на вынос, да Лена все еще не готовит самостоятельно, хотя вроде как находится на питании, она нам заявляла, что специально для нее был разработан рацион, программа и как она так это совмещает, этот рацион, программу с едой на вынос. Для меня конечно загадка, но тем не менее имеем то, что имеем. Ремонт также идет и у Лены в спальне. Стену за ее кроватью покрасили в насыщенный зеленый цвет, то есть остальные стены, как я понимаю, не трогали, покрасили вот только эту одну. И Лена нам говорит, что собирается туда повесить свои фото в рамочке, рамочку покрасить тоже в зеленый цвет, а фото не простые, фотографии с фотосессии у Юлии Московкиной, если я не ошибаюсь и не переврала имя подружки Лениной по совместительству фотографа. И вы знаете, я так понимаю, что это те самые снимки нашумевшие, где Лена в белье, да, именно они будут висеть у Лены за кроватью в спальне. Почему она не повесит эти снимки себя любимой в белье напротив шеста, я не знаю. Лена решила их вот к себе в спальне, но только если это не какие-то другие фотографии. Мало ли этот фотограф подружка, Лену еще когда-то снимала. И Лене доставили мебель для кухни, она пока мебель, я имею ввиду, вся в коробках, но Лена говорит нам, что установит ее за два дня. Так что будем ждать с нетерпением. Как же это все Лена будет совмещать со своей насыщенно-синей стеной? Майкл, Майкл появился с двумя очень короткими роликами, буквально там по несколько секунд, понятно, что ничего не понятно. В первом ролике он предстал перед нами в пиджаке, в курточке такой, за 6 тысяч долларов, ну по крайней мере так сказал Майкл. Также появилась информация, а именно Майкл озаглавил таким образом свой второй ролик, что Лена нашла новую жертву и собирается замуж в США. И вы знаете, я вполне допускаю, если в Турции с Леной был не трой, которому уже слили компромат, а какой-то все-таки другой мужчина, другой кандидат, то может быть вполне вероятно, почему нет, дело может идти и к свадьбе. Тогда становится понятно, почему была произведена полная зачистка канала, удален весь компромат и даже школу замужества снесли, чтобы вот если будущий супруг, а ныне жених зашел на канал к Лене, либо к ее маме, то они там все такие белые и пушистые. Поэтому, если жених готовый жениться, имеется, то Лена вполне вероятно переедет в Америку, но в любом случае случится это не скоро, потому что сейчас визы невесты не выдают посольство и консульство из-за всем известного вируса К. Плюс на сбор документов у жениха уходит там какое-то количество месяцев, это не быстрое мероприятие. Не знаю, посмотрим, Майкл нам выдал очень мало информации, что там ему такое стало интересно, известно, он с нами не поделился, только намекнул. И вы знаете, я уже говорила, каналу Лены окончательно затухает, то нам стюардесс показывает, то социалочка, социальные проблемы в озвучке от Лены и даже как-то смотреть неинтересно. Поэтому я очень надеюсь, что Лена как раз-таки рванет опять в Америку к жениху. Вы только представьте, какой контент нас ждет. Попкорн вообще можно будет заказывать оптом, Кока-Кола будет литься рекой. А вот если Лена останется в Екатеринбурге, то смотреть у нее станет совсем нечего. А вот если она рванет в Америку к жениху, то тут смотреть не пересмотреть, а попкорнам подавиться можно. Представьте, на американской земле встречаются трое. Несостоявшаяся первая леди, граф Пиковский и новый Ленин мужик. Тут возможно несколько сценариев. Я на ваш суд несколько вынесу. Лена с новым ухажером едут в Кабриолите. Майкл на Тесле. Он же нам показывал, рассказывал, что у него скоро будет Тесла. Так вот, Майкл на Тесле едет за ними. Ну или Лена бросает нового ухажера и кидается опять и снова в объятия Майкла. В его подвале устанавливают шест. Лена днем и ночью крутится на шесте. Майкл снимает нам прямые эфиры для своего канала. У него же теперь тысяча подписчиков и он может запускать прямые эфиры. Потом они ссорятся и мы возвращаемся к первому сценарию. То есть Лена и новый ухажер несутся на Кабриолете. Волосы развиваются. Майкл на Тесле несется за ними. Шест у него с собой, чтобы вернуть Лене как велосипед. В общем, да, я за то, чтобы Лена все-таки в Америку рванула. Много интересного нас ждет в этом случае. Кристина Мотиватор с новым видео про скандал с американцем и Хэллоуин. Сцена первая. Кристина в машине в костюме гепарда. Гепарда женщины кошки. Выяснилось, что Кристина купила костюм именно этот костюм. Потому что ее попросила дочь Кассандра. У Кассандры уже есть и она захотела, чтобы они с мамой были в одинаковых костюмах. Кстати, это достаточно мило, когда мама и дочка и костюмчики у них похожи. Также выяснилось, что Степан устроил Кристине скандал. Потому что она купила не полезные конфеты, а плохие по составу на Хэллоуин. Но добрая Кристина успокоила бывшего мужа, что ты не волнуйся, дорогой. Дочь наша, Кассандра, есть эти конфеты не будет. Она друзьям их своим занесет. И вот они эту гадость и съедят. Так что ты не переживай. Других детей не жалко. Кристина в этом костюме с хвостом потренировалась в спортзале. Активно потренировалась. И в том же костюмчике поехала на работу к бабушке. Понятное дело, что во время тренировки люди потеют. Особенно если на них синтетический костюм. Женщины, кошки и гепарда. Но Кристину это не смутило. И она вот так прямо и направилась к бабушке. Правда, потом уточнила, что с собой у нее пижамка, в которую она и переоденется. Просто хочет бабушке показать свой костюмчик. И вот после тренировки, после бабушки, Кристина на вот этот свой костюм гепарда надела свитерок. И отправилась на вечеринку. Для взрослых, как говорит Кристина, в дом к Саре. Которая вот Сара якобы собиралась приютить у себя Аскай во время якобы поездки Кристины в Россию. И вы знаете, вот как только я услышала из уст Кристины вечеринка для взрослых. Я сразу вспомнила Женю Гейн. Я рассказывала про ее вечеринку на Хэллоуин. Про вечеринку для взрослых во вчерашнем ролике. И вот сегодня опять не могу ее не вспомнить. Потому что Кристина показала нам свой вариант вечеринки для взрослых. Кристина в свитере. Другие люди на этой вечеринке, а главное женщины, тоже достаточно прилично одеты. В закрытой одежде, в закрытых костюмах. То есть топли, либо с грудью, которая вываливается. И максимум, что прикрыто это соски, я никого не обнаружила. Женя же Гейн написала пост после вот этой вечеринки. В котором сказала, что 80% женщин в США стараются подобрать на Хэллоуин очень сексуальный костюм. И зачастую это даже не костюм, а просто белье и чулки. И то есть какой-то разный Хэллоуин у Жени и у Кристины. У Кристины на вечеринке я никого в белье, исключительно и в чулках, не заметила. А у Жени каждая вторая, если не первая, были полголыми. Еще Женя нам рассказала, что это была секретная вечеринка на Хэллоуин. Потому что адрес не сообщался до самого последнего момента. В связи со всем известным вирусом Ка, чтобы не запретили эту вечеринку. И вот в экстренном порядке всем вечером накануне разослали адрес. И собственно все надели свое белье, чулки и пошли на вечеринку. Я для надежности еще посмотрела вечеринку у Кати Хармони. Да, она достаточно откровенна в наряде, но нельзя никак сравнить с теми нарядами, которые я видела на вечеринке у Жени Гейн. То есть Катя достаточно прилично одета. Люди вокруг нее в клубе тоже достаточно прилично, ну по меркам Хэллоуина одеты. То есть все-таки у Жени была какая-то эксклюзивная вечеринка, где все практически, ну кроме мужчин, то есть все практически женщины, за исключением там одной или двух, были скорее раздеты, нежели одеты. И мне в комментариях девочки писали, что на Хэллоуин это действительно принято в США ходить по улицам в очень сексуальном наряде. Но вы знаете, разная степень сексуальности может быть. Может быть как у Кати Хармони, когда все прикрыто. А может быть как на вечеринке у Жени, когда все открыто. Как-то так. Пишите, что думаете. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok